Эффектный бросок через плечо и соперник на лопатках И вот заветное «туше», что в переводе с французского означает «касание», а в борьбе это чистая победа В греко-римской дисциплине этому спортсмену на выигрыш понадобилось всего полминуты А рядом в схватках сошлись юноши и девушки уже в вольном стиле Очень волнительно, потому что ты не знаешь, что случится Во-первых, вообще страшно за травмы, страшно за то, что на тебя вокруг все смотрят И как бы переживаешь, и не знаешь, какой соперник тебе попадется В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» собрались спортсмены из 21 городского округа со всей Московской области А это почти 200 юных борцов в возрасте от 10 до 13 лет Здесь одновременно встретились спортсмены по греко-римской борьбе, женской и вольной Детская борьба, она самая непредсказуемая борьба Детская борьба – это гибкость, ловкость, вот именно здесь мы можем увидеть Детская борьба – это когда каждый идет в атаку, не задумываясь, уйдет он, улетит ли он Либо он все-таки доведет свое действие до конца Поэтому очень много непредсказуемости и очень много красивых, зрелищных моментов Спортсмены по греко-римской, вольной и женской борьбе проводят в схватке два периода по полторы минуты Если только соперник не проигрывает в поединке раньше времени К таким соревнованиям юные химчане готовятся в шести профильных секциях борьбы, которые работают в городском округе Два места греко-римская борьба и четыре места, включая образовательное учреждение «Виктория», где вольная борьба Но у нас, к сожалению, нет пока женской борьбы Мы сейчас над этим моментом работаем, подыскиваем тренера, будет тренер Сразу будем формировать группу девчонок, которые смогут заниматься этим олимпийским видом спорта Региональный этап фестиваля спортивной борьбы для учащихся имеет практическую цель По итогам этих соревнований лучшие борцы будут включены в сборную столичного региона Финальный этап всероссийского фестиваля борьбы состоится уже в декабре этого года Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров, Новости, Химки ТВ